Добрый вечер еще раз, значит, сегодня я закончу доказательство той теоремы, которая была в прошлый раз и расскажу вот конструкцию, там, того, что называется смеш-произведением двух алгебр Хопфа. Так, но оно называется еще и там би-произведением, по сути это что-то вроде полупрямого произведения, но с отождествленным полем. Вот, значит, но и для этого мне придется напомнить какие-то вещи, связанные со структурой модулей, ко-модулей и би-модулей. Так, би-модуль теперь это не левый и правый, а модуль и ко-модуль. Вот, левый и правый. И, значит, посмотреть на, ну, то, что с содержательной точки зрения является алгебрами и ко-алгебрами в категориях модулей и ко-модулей. Так, но поскольку я не хочу сейчас говорить никаких слов там типа моноидальные категории, то я, конечно, все это определил элементарно, просто тождествование. Так, значит, это понадобится нам и для того, чтобы завершить ДК и структурные теоремы, и для того, чтобы обсуждать теорию Галуа, то есть понадобится там тоже знание того, что значит, например, что алгебра Хопфа действует на алгебре, там, и так далее, как это понимать. Так вот, мы это сегодня как раз изучим. Вот, значит, но вначале окончание доказательства теоремы, которую я формулировал вот таким вот образом, значит, что если характеристика поля равна нулю, так, значит, неприводимая, тогда неприводимая точечная, кокомутативная алгебра Хопфа, а шнатка изоморсна, значит, у от п, от H. Ну, а если поле алгебраически замкнуто, то тогда это можно не предполагать, тогда это автоматически выполнено. Так, это вот теорема, одна из версий теоремы Милнера-Мура, так, которая является существенным шагом в получении полной классификации кокомутативных алгебр Хопфа над полем характеристики 0. А после этого мы будем считать конструкцию, которая нужна для того, чтобы объединить, значит, учесть и вот эту часть, и ту часть, которая отвечает К от G от H. То есть полугрупповой алгебре, значит, полугрупповой алгебре групповых элементов. И окончательный ответ будет такой, что это будет вот как раз смеш-продакт К от G от H, а смеш-продакт с U от P от H. То есть любая кокомутативная алгебра Хопфа над полем, практически 0 алгебрически замкнутым, будет иметь вот такой вот вид. Вот, значит, ну вот доказательства этой теоремы. Так, по модулю, там кусочка, который я не проверял, что отображение, но который требует на самом деле аккуратно смотреть на фильтрации, там, на то, что отображение, которое инъективно на примитивных элементах, инъективно на инъективного вообще. Значит, то есть теорема, которую я формулировал в прошлый раз, которую я доказывать не буду, значит, что, значит, теорема, что если C и D коалгебры, причем C, значит, точечная неприводимая, так, тогда F из C в D инъективен, C точечная неприводимая, C и то и другое. Так, вот, так тогда это инъективно, в том и таком случае, когда ограничение F на примитивные элементы C инъективно, то есть, когда пересечение ядра F с примитивными элементами равно нулю. Так, и вот эту теорему я проверять не буду, это еще страницы две, но которые используют вот коррадикальную фильтрацию, там, всякие коннельпотентность, там, и так далее. Вот, общую алгебру. Вот. А теперь, когда оказывается вот эта теорема, значит, та, которая, теорема Милнера-Мура. Доказательство теоремы Милнера-Мура. Так, значит, ну вот мы посмотрим на, вот на что, значит, мы рассмотрим какой-то базис, значит, базис P от H, но мы знаем, что P от H это алгебра Ли, мы там рассматриваем базис. Так, значит, ну и определим разделенные степени, как мы их определяли, так, значит, то есть, V в степени J делить на J! так, будем считать, что этот базис вполне упорядочен. Конечно, спасибо. Это опечатка. Значит, вполне упорядочен. Так, ну и тогда, значит, мы можем определить, так же, как для любой функции, значит, мы определяли… Ну да, прежде всего, значит, тогда вот по индукции, из того, что V это и примитивны, я напоминаю, что V это и примитивны, по предположению. Так, отсюда по индукции легко проверить, что вот для, значит, разделенных степеней выполняется вот такое тождество, что это будет, значит, сумма по J от 0 до N, V и J тензорно V и N минус J. Вот, ну и тогда мы можем определить, значит, так же, как мы определяли V в степени F, разделенный, как произведение по I из I, V и T F, F от I, правильно, да, где F это отображение из I в N с нуликом, значит, такое, что почти все F и T и равны нулю. Вот, значит, ну вот, и, ну и кроме того, да, конечно, эпсилон V и T и J равно дельта J0. Вот, значит, что-то не так? Да, J0. Вот, это доказывается по индукции, с учетом того, что мы можем, что у нас поле характеристике 0, что мы можем делить на, на факториалы. Это доказывается по индукции, исходя из этого тока. Вот, а теперь, так сказать, вы мне скажете, что вы где-то уже видели эти, так сказать, формулы, неделю назад. Так, это значит, что у нас получилось отображение. Так, что отображение из B, P, H в, значит, где мы эти формулы видели как раз на прошлой неделе. Так, значит, ваш, вот отображение, которое переводит базисный элемент, который я уж не помню, как обозначался здесь. Мы писали F сверху, F снизу, так сказать. F сверху, да. И такой же буквой или другой какой-то буквой. Так, значит, ну, в общем, смысл такой, что, а с другой стороны это отображается вот сюда вот. Где, разумеется, выполняется, значит, точно такие же, где есть точно такой же базис по теореме Панкре-Биргофа-Витта. Так, значит, вот, и вот здесь момент состоит в том, что оба эти отображения являются, ну, во-первых, они являются гомортизмами и коалгебр, а во-вторых, они оба являются биекциями. Почему? Потому что, ну, здесь просто, так сказать, базисы одинаковые, вот, а здесь это отображение является инъективным на примитивных элементах. Это гоморфизм коалгебр, который объективен на примитивных элементах, но и эта алгебра является точечной и неприводимой. И поэтому это изоморфизм. И это изоморфизм. Коалгебр. Коалгебр. Вот, но вот на самом деле больше ничего и не нужно, потому что, на самом деле, вот это обладает универсальным свойством как раз в категории алгебр. Поэтому, значит, существует отображение сюда, которое является гомоморфизмом алгебры. У от P от H, это универсальная алгебра для P от H, для алгебры Li. А, да. Угу. Она просто обладает универсальным свойством. Так, значит, P от H, ну, давайте я нарисую так, как мы рисуем это. P от H отображается в H, отображается в U от P от H, ну, значит, существует вот здесь вот. В общем, гомоморфизм и алгебр как раз. Ну, теперь осталось посмотреть, куда переходит при этом, так сказать, само P от H. Ну, P от H переходит в себя. Ну, значит, ведь все базисы переходят в себя. Мы знаем, что это и здесь базисы, и здесь базисы, и здесь базисы одинаково выглядят. Так, это гомоморфизм, изоморфизм коалгебр. Ну, и кроме того, изоморфизм коалгебр и гомоморфизм алгебр. Ну, значит, изоморфизм. Значит, изоморфизм алгебр Хопфа. Ну, то, что изоморфизм би-алгебр, то, что он изоморфизм алгебр Хопфа, конечно, просто потому, что для примитивных элементов антипод определяется совсем просто. Вот, значит, вот это вот, так сказать, первая часть. То есть здесь, значит, ну, действительно, мы почти все проверили, все основные конструкции провели, кроме того, что вот замотали небольшой кусочек, связанный с общей алгеброй, с общей алгеброй, с общей коалгеброй. Связанный с, вот, какой-нибудь патентностью, там, фильтрациями и так далее, коррадикалами. Вот, значит, ну хорошо, а теперь я хочу начать готовить вот это. Так, и это нам понадобится заодно и при обсуждении теории ГЛО. Так, ну давайте. Сейчас для этого нам придется вспомнить комодули, там, и так далее, и ввести несколько новых конструкций. Вернее так, ну, не столько конструкций, хотя конструкции тоже у нас будут. Сколько тоже действий, которые утверждают, что структура модуля или структура комодуля, что они согласованы между собой, что они согласованы между собой. Что значит, там, что, чего мы хотим, если, вот, какой-то модуль одновременно является и комодулем над биалгеброй. Так должны быть эти структуры связаны. Так, или чего мы хотим, значит, если у нас есть одновременно структура, значит, модуля и алгебры. Одновременно структура модуля и коалгебры. Одновременно структура комодуля и алгебры. Одновременно структура, там, комодуля и коалгебры. Ну и так далее. Все, что себе, так сказать, можете представить. Так, но как правильно подходить к этому? С научной точки зрения, конечно, правильно подходить, сказать, что вот у нас есть теория моноидальных категорий, категории стенсовым произведением, так вот категория модуля, это такая категория, категория Ko-модуля, это такая категория, ну а раз там есть тенсовное произведение, то мы можем там определить в этой категории алгебры и коалгебры, и то, что мы хотим определить, это, так сказать, будет как раз ровно понятно, да, там, Q-модулями в категории модулей, алгебрями в категории модулей, Q-алгебрями в категории модулей и так далее, B-алгебрями в категории модулей, так, но мы этого, значит, не хотим определять, не умеем, не хотим, ленимся. Так, это еще пара лекций, так, значит, это я расскажу первому курсу, который, когда он будет вторым, там, на стыке третьего и четвертого семестра в общем курсе, это теперь входит в общий курс, вот, значит, ну вот, поэтому я это все расскажу элементарным образом, значит, давайте мы напомним, я подозреваю, что мы даже не вводили в действительности обозначение Свидлера, значит, обозначение Свидлера для операции на Q-модулях, так, потому что обозначение Свидлера, чтобы они были согласованы, чтоб писались хорошо, просто писать тождество, там один нюанс нужно учесть, значит, а именно такой, вот мы хотим определить, значит, бимодули, значит, там, модули Хопфа, так, значит, мы хотим определить, значит, алгебры, вот, в категории модулей, ко-модулей, ну и ко-алгебры, значит, над би-алгеброй, вот сейчас мы всем этим займемся, значит, еще раз, вот давайте вспомним, что такое ко-модуль, что такое модуль, если, значит, а это алгебра, так, то тогда мы говорили, что вот мы умеем нажать элементы модуля на, значит, на элементы алгебры, ну и основное тождество, которое при этом выполнялось, было вот таким вот, для левых модулей, ну и, соответственно, там, так, как мы обозначим структуру, нам сейчас буковка понадобится для обучения структуры модуля, альфа, по-моему, мы его обозначили, да, так, значит, ну здесь единица а тензор на альфа, а здесь, значит, мю тензор на единица а, единица m, вот, значит, ну еще там одно точенство, которое выражает, точенство дистрибутивности, они поглощаются тем, что это отображение из тензорного произведения, вот, и поэтому нужно еще ровно одно точенство, что единица действует как единица, вот, значит, это модуль, да, вот, m это левый а модуль, так, ну вот, на самом деле, нам понадобится двойственное понятие, когда c это q аудебра, так, а, значит, m это левый q модуль, ну, значит, понятно, что q получается обращением всех стрелок, то есть, когда мы, так сказать, как, как бы переходим к двойственному, да, так, значит, но в конечномерном случае буквально переходим к двойственному, в бесконечномерном случае, конечно, нужно там различать, в одну сторону дуализация работает, в другую нет, и там возникают, нужно смотреть на рациональные модули, там, и так далее, вот, значит, вот, что такое структура, чем задается структура левого q модуля, она задается отображением ru из m в c тензер на m, так, ну и, конечно, должна выполняться коассативность, то есть, значит, m, c тензер на m, c тензер на m, c тензер на c тензер на m, так, это ru, это ru, значит, это, это, чего там, дельта тензер на единица m, это единица c тензер на ru, правда, да, вот, значит, ну вот на самом деле здесь полезно вспомнить обозначение с Фидлера, значит, вот у нас, как обозначались, вот это обозначалось, это так обозначалось, в c, значит, как обозначается ru от u, вот, если, значит, x принадлежит c, а u принадлежит m, значит, ru от u, это вот что такое, это сумма по u, так, а теперь внимание, значит, u минус 1 тензер на u0, так, значит, u минус 1 принадлежит c, u0 принадлежит m, ну вот почему это, значит, так, почему минус 1, потому что мы хотим зарезервировать, мы хотим элемент модуля все время оставлять в одной позиции, так, значит, с тем, чтобы у нас нарастали номера вот в алгебре, так, элемент модуля все время оставался в одной позиции, то есть следующий будет там минус два, там если мы два раза применим, да, в силу ассотерности это будет одно и то же, да, что применять вот к этому дельта, что применить к этому ru еще раз, это получится одно и то же, но вот вы можете написать явным образом то число, вот, а правый код модуль, естественно, значит, имеет отображение m в m тензорно c, правда, да, структурное, так, значит, ну, удовлетворяющее такому же тождеству, ну, и тождеству код единице, естественно, так, значит, то число код единице нужно рисовать, значит, что там, m равно c тензорно m отображается в чё, k тензорно m, отображается, чё, значит, отображается в c тензорно m, а это отображается k в c посредством, посредством ε, посредством чего, посредством, что была единица, что должно быть в случае модулей, ну, сейчас мне кто-то должен сказать, как, в какую сторону правильно направить, значит, ну, это просто изоморфизм, да, канонический, так, это ρ, так, а здесь, значит, что должно быть, k c, это всё-таки это, да, но это нету в такой структуре коалгебры, ε есть, правда, да, вот такой вот, да, значит, ε тензора 1m, ну, мы просто вспоминаем, что такое комодуль, вот, то есть, ну, соответствующее тождество, вот, нужно переписать на этом языке, понятно, да, так, вот, что то тождество означает, то тождество означает, первое, что u минус 1, 1 равно, так, я применил к этому дельта, значит, равно, в общем, значит, и то, и другое должно быть, должно давать, значит, сумму, чего там, одно u минус 1, 1, 1, 1, тензор на u минус 1, 2, тензор на u 0, да, правда, да, а второе должно давать, значит, должно давать сумму u минус 2, тензор на u минус 1, тензор на u 0, правда, да, что-то в таком духе, да, это должно быть одно и то же, вот, а здесь, соответственно, ru от u будет суммой по u, а u 0, тензор на u 1, который принадлежит c для правого модуля, вот, ну и тоже удовлетворять такому же тождеству, вот, так, значит, это бимодули, я вам определение давал, но вот не вводил этого обозначения, оно нам понадобится, чтобы писать тождество, так, отлично, теперь пусть у нас b это биалгебра, ну, на самом деле, у нас будет случай алгебры Хопфа, конечно, но, значит, алгебра Хопфа, она понадобится для двойственности, а, значит, определить можно, там, просто для биалгебры, так, над биалгеброй существуют и модули, и комодули, ну, значит, существуют вещи, которые одновременно являются и модулями, и комодулями, но вот когда их, естественно, называть, когда их, естественно, называть бимодулями, но они даже над биалгебрами, поскольку слово бимодули занято, называются модулями Хопфа. Определение. Значит, m называется, ну, со структурными отображениями альфа и ро, называется модулем Хопфа над B, если, во-первых, m альфа это модуль, левый модуль, левым модулем, над B, значит, второе, м ро, это левый ко модуль, над B, так, ну и третье, это мы хотим, чтобы, так, но мы еще это хотим, мы хотим, чтобы модульное отображение, чтобы вот это отображение было гомоморфизмом комодули, или мы хотим, чтобы это отображение было гоморфизмом модули, так, но на самом деле и то и другое сводится вот к такому, так сказать, тождеству, так, значит, что ро от Ху равняется сумме, значит, сумме по Х и по У, Х1, У-1, тензорно, Х2, У0. Так, значит, теперь, вот что такое это, это принадлежит C, B, это принадлежит B, поэтому это просто произведение там, в B. Что такое вот это? Это принадлежит B, а это принадлежит M, поэтому это действие в левом модуле. Так, вот, значит, вот должно выполняться вот такое турчество. У-1 в B или В? У-1 в B. В B, вот написано. Вот, то есть, на самом деле это значит, но вы можете в качестве упражнения доказать, что это ровно значит то же самое, что альфа гомоморфизм модулей, или, значит, что гоморфизм ко модулей, или что ро гоморфизм модулей. Ну, значит, естественно, биалгебра над собой является и модулем, и ко модулем, с обычными операциями умножения и ко умножения, правда, да? Да, и поэтому, значит, так называемое произведение тоже является и модулем, и ко модулем. А точно, а все операции выражаются просто в ассоциативной, просто ассоциативной, да? Ну, конечно, да. Так, вот, ну, то есть, вы можете проверить, что лимма, значит, 1, это что m альфа ру, значит, модуль Хопфа. Это эквивалентно тому, что 2, что альфа, альфа из b тензорно m в m гомоморфизм ко модулей. И на самом деле, если вы помните, это ровно то вычисление, ну, как бы одна буквка заменена, это ровно то вычисление, которое проводилось, когда мы просто говорили, смотрели на определение биалгебры. Да, конечно, да, конечно. Вот, как раз присоединенное действие алгебры Хопфа на себе, оно определяется в терминах антипода. Потому что присоединенные действия и ко присоединенные действия, ровно потому, что, значит, ну, основные примеры, они определяются в терминах, в терминах свертки. А свертка использует то, что обратное есть. Вот, а, значит, ну, и ρ из m в b тензорно m гомоморфизм ко модулей, гомоморфизм, чего? Ну, да, гоморфизм модулей. Ну, вот, доказательство, это ровно то же самое, доказательство, доказательство ровно такое же, как в определении биалгебры. То есть на самом деле модулей Хопфа было бы, естественно, называть b-модулями, но, так сказать, слово b-модуль уже занято. Вот, значит, ну вот, ну, а правый, значит, правый b-модуль определяется аналогично, правый модуль Хопфа определяется аналогично, ну, значит, точечство будет выглядеть так, значит, ρ от УХ равняется сумма по УХ У0Х1 а тензорно У1Х2, значит, это из b, это из b, это из m, так, то есть точно такое же тождество. Вот, значит, так, ну и на самом деле, на самом деле, значит, мы можем изучать только левые или только правые модули Хопфа по следующей причине, потому что это понятие, значит, оно, но по той же причине, по которой мы могли изучать только левые, значит, и только левые модули и только левые ко-модули, потому что левый модуль это модуль над противоположным кольцом, значит, сативным, над противоположной алгеброй, а, значит, правый ко-модуль это левый ко-модуль над противоположной ко-алгеброй. Так, то есть на самом деле, значит, легко видеть, что правый, правый B-модуль это то же самое, что левый B-оп-коп-модуль Хопфа. Но модуль Хопфа, чтобы показать, что это и модуль и ко-модуль. Вот, значит, это первое понятие, которое нам понадобится, и тут я не могу, значит, не удержаться от того, чтобы сформулировать теорему, которую я не буду доказывать и которой я не планирую пользоваться, но просто она настолько удивительна, что, значит, на самом деле она, опять же, мы доказывали, что это в таком духе, это в точности там теорема о линейной независимости Ле Мартин и Де Де Кинде, Лемма о линейной независимости характера. Так, но, значит, вот в данном случае она значит, что модуль Хопфа, он просто как модуль обязательно является свободным. Удивительно, правда, да? Так, значит, ну вот, во-первых, H, B является модулем Хопфа над собой, но если в это вдуматься, это в точности определение биалгебры, это в точности эквивалентно определению биалгебры. Помните, да? Ну потому что, ну потому что модульное действие это умножение, Комодульное это Коумножение, они связаны между собой вот ровно таким вот образом. Вот, только, ну да, там нумерация была другая. Значит, вот, мы там индексы нумеровали 1,2, помните, да? А так, один в один. То есть, когда M равно B, мы просто, это в точности точество, с которым... Вот, значит, ну и тем самым верно вот что, значит, верно вот что, что, конечно, там и свободный модуль над B является модулем Хопфа. Ну понятно, да? Потому что это просто прямая сумма нескольких экземпляров. Прямая сумма модулей Хопфа является модулем Хопфа. Вот, значит, теорема, значит, пусть H это алгебра Хопфа. Вот здесь существенно, что это алгебра Хопфа над полем К и существенно, что над полем. Над полем К, потому что там будет в д-качестве строится базис в некоем пространстве. Так, значит, и пусть M это модуль Хопфа над H, значит, ну скажем, левый. Тогда M свободен как H модуль. Правда, удивительно, да? Что ничего, кроме свободных модулей, ни на чем кроме свободных модулей нельзя ввести структуру модуля Хопфа. Вот казалось бы, да, так сказать, просто должно выполняться такое соотношение, ничего подобного. Потому что понятно, что там структуру Комодуля можно ввести сколько угодно, но там на чем угодно, да? На факторах там где угодно, да? Но так, чтобы она была согласована со структурой модуля нельзя. Вот, значит, адекатство выглядит примерно так. Вот строится, значит, подпространство coin-вариантов, которая состоит из, значит, X принадлежащих M, из U принадлежащих M, таких, что ру от U равняется, у нас левый Комодуль, да, единица tensor на U. Так, и доказывается вот что, доказывается, что базис, тогда базис M коин-варианты над K, а это базис M над H. Ну, равно сильно сказано, потому что здесь базисов гораздо больше, является базисом M над H. И доказательство вот этого, это вот в точности точно так же, как мы доказывали, что групповые элементы линейно независимы, помните, да? Вспомнили, да? Вот это вот ровно, так сказать, аналог групповых элементов, coin-варианты. Так, то есть, на самом деле, доказательство можно привести в виде упражнения. Так, значит, ну, именно нужно пользоваться тем, что это алгебра Хопфа, и нужно пользоваться во всю вот этим точеством. Потому что без этого, конечно, это просто неверно. Вот, значит, так, ну, ко-модули Хопфа я не уверен, что нам понадобится, если понадобится, я определю в тот момент. Так, а теперь давайте я вот буду определять наши, значит, основные объекты. Это алгебры, алгебры и ко-алгебры в категории модулей и ко-модулей. Так, а потом строить там произведение. То есть, на самом деле, вот то, что я, чем я сейчас буду заниматься, это обобщение конструкции полупрямого произведения в категории групп. Так, но нам нужно придать этому смысл. То есть, что такое вот полупрямое произведение в категории групп? Это первый курс хорошо знает. Так, то есть, вот у нас есть там группа F, которая действует на, ну, у нас буква H занята, которая действует на нормальном делителе N. Так, и мы, значит, должны задать F, N и действие. Так, значит, но теперь мы хотим отсюда вывести вот что. Потому что если у нас G равно вот этому, то мы хотим вывести, что К от G, групповая алгебра, есть К от F, что-то К от N. Так, значит, но здесь F действует на N. Вот мы должны здесь сказать, что вот эта алгебра действует на этой алгебре. Но на самом деле это не просто алгебра, это би-алгебра. Вот оказывается, что построение структуры алгебры здесь, оно использует структуру би-алгебры здесь. То, что мы обычно этого не видим, мы этого не видим по простой причине. Потому что мы смотрим только на групповые элементы. И мы думаем, что сопряжение это, значит, вот мы умножаем слева на элемент, справа на обратный к нему. А на самом деле мы умножаем слева на X1, а справа на S от X2. Так, то есть, когда мы взяли отсюда F, так, и мы здесь, да? К от G должно быть равно, К от F, мы еще не определили, что там. Мы еще не определили, мы еще не определили. Вот тензорно нет, потому что, значит, если G равняется F крест N, то тогда К от G равняется К от F тензорно К от N. То есть тензорное произведение там множители коммутируют. Вот ровно и в этом. Конечно, то есть, как, значит, естественно, как модуль это будет тензорное произведение. Но операция-то там другая. Потому что здесь вот умножение по координатное. Вот групповые элементы в F, так сказать, умножаются, групповые элементы в N умножаются. Так, а здесь мы должны сказать, что групповые элементы в F умножаются, а в N подкручиваются при помощи вот этого первого множителя. Так как они подкручиваются? Мы думаем, что они подкручиваются так. Но давайте я обозначу элемент отсюда буковкой N, не натуральное число, а буковкой N. Мы думаем, что N отображается в F, N F минус 1, правда? Когда они переставляются. Так? Вот. Но что это такое на самом деле? Нам же теперь нужно взять вместо F не индивидуальный групповой элемент, а любой элемент отсюда. Ну так тогда это будет значить, что элементы этой алгебры подкручиваются так. Сумма по X, то есть X отсюда, а U отсюда. Сумма по X, значит, X один, U S от X два. Вот это вот есть та формула, которая здесь написана. И вот когда это таким образом действует здесь, это называется смеш-произведение. То есть определение смеш-произведение двух алгебр в действительности использует действие не только структуру алгебры на первой алгебре, но и структуру коалгебры, чтобы определить подкрутку, чтобы определить некоммутативное умножение. Вот это и называется смеш-произведение. Ну давайте я теперь это аккуратно сделаю, для этого нужно определить в начале вот действие там и так далее. Так, вот это и называется смеш-произведение. Так, ну я по-русски говорю либо смеш-продакт вот так вот, так, либо смешанное произведение. Вот, но я уж не знаю, как, так сказать, по-русски это называется. Не полный крест, а половинка. А, вот и считать, что это тоже полупрямое. Так нет же, потому что там объединяется что-то. Там k объединяется. То есть это не будет произведением, это будет тензерным произведением. Вот, значит, ну хорошо. Ну после этого нам понятно, нужно будет определить таким же образом произведение ko-алгебр, смеш-ko-произведение. Ну а потом сказать, что вот когда у нас есть две алгебры хоппа, их можно согласовать между собой. Так что то, что получится, тоже было алгеброй хоппа. Ну это вот некая процедура всё. Так, то есть нам нужно, значит, снова смотреть, что же нам нужно. Нам нужно понять, что значит, вот просто би-алгебра действует на, ну это тоже на самом деле би-алгебра. Алгебра хоппа действует на алгебре хоппа. Нас интересует. Но мы можем делать в большей ситуации, которая нам понадобится в теории Гуло. Алгебра хоппа действует на алгебре. Отлично. Давайте определять, значит, действие алгебр хоппа на алгебрах. Ну это вот показывает, чего мы хотим. То есть это показывает, что, что такое будет, там скажем, аналог нормальный подгруппы, что такое нормальная под алгебра. В ко-случае, что такое нормальный идеал? Еще не каждый идеал нормален. Значка не хватает очередного. Потому что мы так думаем, что идеал это уже такой треугольничек. А нормальный идеал это что такое? Ну нужно придумать что-то, да. Я не знаю, кстати, значит, что используют люди в статьях. Я не помню просто, есть ли какое-то общепринятое сокращение. Вот, значит, вот сейчас мы будем определять эту конструкцию, которая нам позволит по двум алгебрам хоппа построить, значит, некоторую новую алгебру хоппа. Не коммутативную. То есть произведение, учитывающее действие одной на другой. Потому что понятно, что групповые элементы действуют на, ну это вот одно применение очевидное, да, так сказать, к, значит, групповая алгебра полупрямого произведения, так. А вот второе, менее очевидное, это, значит, действие групповой алгебры на универсальное обертывающее, ну, которое связано с тем, что группа, групповые элементы действуют на, в алгебре хоппа действуют на алгебре ли примитивных элементов. Вот, значит, итак, мы определим то, что называется, значит, бимодуль алгебра, так, то есть бимодульная алгебра. Ну, правильно говорить алгебра в категории модулей над b, да. Так, значит, алгебры в категории b модулей. Значит, итак, b у нас, b у нас это биалгебра, значит, а это алгебра, значит, которая одновременно является бимодулем. Значит, тогда определение, а называется, так, бимодуль алгебра. Так, ну вот как это перевести на русский? Я думаю, что вот только так, правда, да? Алгебра в категории бимодулей. Так, значит, если строение, если умножение в алгебре согласовано с модульной структурой, следующим образом. Потому что так вот у нас есть умножение b креста в а, которые я буду точкой обозначать, чтобы отличать от умножения, от умножения в b и от умножения в а. Потому что нам понадобится и умножение в b, и умножение в а, которые мы будем обычным образом изучать, просто приписывая друг другу. Так, значит, так тогда мы хотим, чтобы это действительно было алгебрей в категории модулей, но это какое-то тождество. Так, это вот такое тождество. Значит, x на а, b равно, значит, здесь x из b, а а и b из а. Так, значит, равно сумме по x, x1а, правда, да? Это действие, да? Это из b, это из а. Так, а это умножение в, это из а, таким образом, это умножение в а. А x2 на b, это из b, это из а. Так, так. Что? Что мне нравится? Это из а, это из b. Это умножение как элементов в а. Это умножение как элементов в алгебре, а. Значит, мы подействовали, значит, элементом на произведение двух. Так, это что значит? Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Ну вот в категории, значит, в категории ассативных алгебр, это значит, что мы просто действуем там либо на одном, либо на втором, да? А здесь мы действуем и на одном, и на втором. То есть вот в это определение входит, значит, структура q алгебры на b. Вот, значит, ну давайте посмотрим на основные примеры такой конструкции. Так, значит, основные примеры. Значит, первый. Первый пример такой. Значит, рассмотрим, вот, рассмотрим f, это просто элемент из хом b в а, ну понятно, хом как а алгебра. Вот, тогда, значит, здесь на этом вводится, вводится свёртка, правда? Так и предположим, что, значит, существует f-1, относительно свёртки. Ну, например, в алгебре Хоффе существует всегда, у любого гомоморфизма. Вот, так тогда, значит, структура модуля вводится следующим образом, в терминах вот свёртки. Значит, х точка а равно сумма, сумма по х, f от х1, а f минус 1 от х2. Так, вот, значит, для любого х из b и а из а. Так, ну, проверьте, что действительно всё сходится. Для этого, видимо, нужно просто вспомнить определение свёртки. И, так, значит, что определение свёртки в точности вот влечёт такое туристов для этого действия. В точности определения свёртки. Точность определения того, что такое обратно, относительно свёртки. Вот, ну так вот, значит, важнейший частный случай этого примера такой, это присоединенные действия алгебры Хопфа на себе. Вот здесь уже используется антипод, потому что, значит, мы хотим сказать, что там для любого гомоморфизма есть обратные отсидные свертки. Так, значит, это будет присоединенное действие алгебры Хопфа на себе. Так, вот это будет наш основной пример, который мы будем использовать. Так, значит, 2, это левое присоединенное действие алгебры Хопфа. Х на себе. Вот, значит, то есть мы должны определить, вот какое-то действие Хтензер Х на Х. Так, ну мы хотим сказать, сказать, куда уйдет Хтензер на У при левом присоединенном действии. Ну идет вот сюда, сумма Х1, У, С от Х2. Ну это в точности определение антипода, что антипод обратно отсидеть на свертке. Помните, да, что-то в точности частный случай предыдущего примера, вот важнейший, значит, частный случай предыдущего примера. Ну и вот, например, значит, аджоинт. А, аджоинт. А, левт аджоинт. Буквка L по этому. Так, ну все поняли, чтобы я назвал right and joint, да? Я бы переставил их местами. Но переставил так, чтобы S спереди, да, но я не уверен, что я бы еще номера не переставил. Вот, значит, так, ну и, например, подалгебра называется нормальной, если она переводится в себя вот этим действием. Значит, подалгебра Хопфа. Так, подалгебра Хопфа или вообще любая подалгебра. Ну, я думаю, что подалгебра Хопфа, да? Подалгебра Хопфа в H называется нормальной определение. Если она является, является H, так, H module algebra относительно левоприсоединенного действия. Вот, ну и пример, естественно, подалгебры, нормальные подалгебры такой. Вот у вас есть группа, значит, пример. У вас есть группа G и в ней нормальная подгруппа N. Ну, тогда отсюда следует, ну, вернее так, это эквивалентно тому, что K от N нормальная подалгебра Хопфа в K от G. Так, ну, что отчасти объясняет слово нормальная, правда, да? Так, ну, действительно, это было бы, это естественно, значит, считать, что это так и есть. Вот, а теперь, значит, у нас всё готово к тому, чтобы определить нашу первую основную конструкцию, конструкцию смеш-произведения. Так, значит, и что я буду брать, би-алгебру с, с алгеброй. Так, значит, определение. Пусть B это би-алгебра, а это, значит, левая би-моджула алгебра. Ну, я перестал переводить на русский, потому что на русский нужно переводить, я повторяю. Так, а левая, алгебра в категории B-модули. Так, правильно говорить так по-русски. То есть, A левая, так, A би-алгебра в категории левых B-модулей. А по-русски мы, это понятно, что такое B-модульная алгебра? Алгебра, которая является одновременно B-модулем левым, которая является на самом деле алгеброй в категории B-мод. Это не про... Понимаете, да? Но посмотрите, как это называется. Это, так сказать, народного способа, другого нет, кроме как посмотреть, как кто-то перевел на русский. Но часто на русский перевели так, что потом... Ну, понимаете, да? То есть, очень трудно вот английское, так сказать, как это называется... Ну, подчинение существительных нескольких очень трудно перевести на русский. Там нужно представлять предлоги, которых в английском нет или что-нибудь еще. Какие-то другие слова. Ну, я не знаю, мне не нравится. Вы сейчас переводите, значит, прилагательным, правда? Ну, да. Мне не нравится. Вот. Значит, итак, что это такое? Мы сейчас определим, определим смеш-произведение. Значит, А, тензорно... АА смеш-произведение с B. Так, значит, это алгебра над К. Так, которая называется вот смеш-произведением, смеш-произведение А и B. Так, она устроена так. Она равна А тензорно B, как К-модуль. Так, теперь, значит, как определяется умножение? Умножение определяется так. А тензор на X, на B тензор на Y. Равно, значит, сумме... Так, ну... Так, значит, мы должны X разделить и кусочком X подействовать на B, а кусочек X умножить на вот это. Почему мы этого раньше не делали? Раньше мы этого не делали потому, что этот X разделялся на два раза на G. И мы действовали G с сопряжением здесь, а потом умножали это на G, на то же самое. Понятно, да? То есть мы писали G, G в минус 1, G. Так, на B действует вот так вот. А потом было G, GY. Но это вот как раз ничего лишнего не возникало. Это сокращалось, а это оставалось там, где стояло. Но теперь-то мы не можем так писать, да? Поэтому мы должны теперь написать следующее. Значит, ну, А, оно стоит на первом месте, оно остается где стояло, правда? Да? Так, значит, теперь мы должны умножить его на X1 на B. Ну, сумма по X, понятно, да? Это будет первый множитель. А второй множитель X2 на Y. Вот это вот определение. Так, определение умножения в, умножение в, значит, вот этой вот смеш-произведении. Так, ну и мы должны еще определить что? Должны определить, определить единицу, да? Единица А смеш-B, понятно, это единица А, тензор на единица B. Как бы ничего другого. Так, ну и тогда очевидно вот что. Очевидно, что и А, и B туда вкладываются. Так, и что эта формула, когда там кто-то из них равен единице, она превращается в обычную формулу. Ну, представьте себе, что это равно единице. Ну, тогда это будет просто, значит, умножение в B. Это равно единице, да? Это будет умножение B. А потому что единица групповой элемент. Вот. Значит, так, то есть тем самым туда вкладываются и А, и B. Вот, но теперь самое, как бы, как всегда неприятное, это что-то проверить. Значит, вот мы написали формулу какую-то, но из которой так априори непонятно, почему вообще это умножение будет ассоциативным. Так, ну, во-первых, значит, А и B туда вкладываются. Значит, А вкладывается в А смешь B таким образом. Значит, B вкладывается в А смешь B таким образом. Дальше мы должны доказать, что в действительности это будет ассоциативный аутброй. Так, ну, доказательства. Так, не знаю, хватит ли у меня сил привести его до конца. Значит, А тензор на х, B тензор на у, C тензор на z равняется сумма по х, A, 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 X1, B, тензор на х2, y, C тензор на z, А, A, X2, y, c тензор на зрение. C, тенсор на x2y2 на z. Так, это мы с одной стороны посчитали, теперь давайте с другой стороны посчитаем. Так, я зря поднял так совсем дошку, что все равно на нижней доске не поместится второе вычисление, нужно будет здесь начинать. И в какой-то момент нужно будет воспользоваться какими-то творчествами. Так, значит, а теперь вторая половинка этого вычисления. Значит, а тензор на x, b тензор на y, c тензор на z равняется, а тензор на x, сумма по y, значит, b, y1, c, тензор на y2, z. Правильно, да? Так, равно равно сумма по x, значит, а, так, и на этом я должен подействовать x. А, значит, x1, b, y1, c. Так, но теперь придется то же вспоминать, значит, это из а, это из б, это из а, это из б. Так, тензор на, так, где-то сумма была, правда? Сумма по y, вот здесь вот, правда, да? Так, значит, тензор на, так, x2, y2, з, правда, да? Так, ну что, переписывать нужно, наверное, как-то. Так, чем мы можем пользоваться? Так, значит, вот здесь мы подействовали на произведение, но это значит, что мы должны еще раз разделить x1, да? Так, значит, это что будет такое? Это будет сумма по x, сумма по y, а x1, b, так, уже хорошо. Здесь я пользуюсь ассотимностью к произведению. Значит, x2, y1 на с, правда, да? Так, это произведение ва. Это ва, это ва, это ва. Что вы только что проделали? Я только что воспользовался… Так, скажите, вы разложили, вы должны были разложить x1, вы должны были писать сумму по x1 точно, по крайней мере. Чего? Так, сумма по x1 это то же самое, что это дельта, дельта, дельта единица. Что там? Я пользуюсь тем, что, тем, что дельта консоциативна. Наоборот. А здесь появится x3. Здесь будет x3. Я ассотимностью пользуюсь. А, всё, 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 всё. Костоциативностью. Всё, окей. Правильно, да? Здесь, естественно, появится x3. Так, да? Я пока ничем не воспользуюсь, кроме того, что… Так, значит, теперь, что я должен, чем воспользоваться? Значит, теперь… Так, что-то уже похожее есть на то, что мы хотим? Где у нас первый ответ? Вот он. Ну да, начинается так же. Начинается так же. Вот. А теперь, почему вот это равно вот тому, что там? Это что такое? Это… Это свойства биоалгебры. Так? Ну, опять мы, значит, просто вспоминаем коассоциативность и, значит, и свойства биоалгебры. Если вы хотите чуть-чуть эти последние два слога, а вот у министерства национальных средств нет, да? Да, да. Так, значит, что вот это вот… Так, я хочу ровно это. Я хочу сказать, что я теперь переписываю, значит, переписываю, вот беру… вот это вот заменяю, вот это заменяю и вот это заменяю на то же самое, что там. То есть вместо этого беру сумму по x2y, пользуясь тем, что… что коумножение является гоморфизмом умножения. Это получилось то же самое, что там. Мне так кажется. Вот. Значит, то есть действительно вы проверили, что это ассоативная алгебра. Ну, там единицу, поверим уже, что, так сказать. Если это сошлось, то единицу, то уж, конечно. Вот. Значит, то есть мы действительно построили, значит, построили по алгебре и действующей на ней биоалгебре, новую структуру алгебры. Так, ну и теперь все поняли, в чем стоит наша задача. Теперь мы возьмем коалгебру и действующую на ней биоалгебру и построим по структуру коалгебры. А теперь, когда биоалгебра действует на биоалгебре, мы должны показать, что эти структуры согласованы. А когда алгебра Хоффа действует на алгебре Хоффа, на ней еще будет антипод. То есть вот как бы еще провести еще две таких проверки уж точно, может быть, три. Ну, как-то это я уж не знаю, хватит ли у меня сил, так сказать. Так, но это все делается, конечно. И это все фактически проделано там где-то в глубине книжки Редфорда. У Абе эти детали не проверяются, то есть там у него, этому посвящена одна, один параграф страниц 7, который вот определение, и говорится, что все проверяется, но, конечно, там этих выкладок в тексте не проводится. У Редфорда фактически они все проводятся, им фактически посвящена вот целая глава, восьмая глава, значит, где все это аккуратно делается, но при этом он это делает, чтобы это сделать, он произносит там слова, вот категория там Еттера Дринфельда там и так далее. То есть он это все это делает на языке моноидальных категорий. А так, чтобы это вот руками так элементарно, это как-то, это было бы хорошей такой курсовой работой разобрать все, так сказать, но у нас не принято давать такие курсовые работы, но, в принципе, хорошей курсовой работой в провинциальном ВУЗе было бы проверить все эти детали, понимаете, да, даже дипломные, может быть, страниц 80-100. В Германии такие дают дипломные работы, и потом выясняется, что единственное место, где можно прочесть доказательства, это вот немецкие дипломные работы. Для очень многих результатов, а самое смешное это работа, самое смешное это вот диссертация, значит, дипломная работа была в Бонне, в которой содержалась классификация алгебраических групп, ну, до качества теоремы Титца, классификация алгебраических групп над незамкнутыми полями, и вот до работы там Виктора Александровича и Анастасии Константиновны, это был единственный источник, где можно было прочитать доказательства теоремы Титца. Дипломная работа, вот, а у них можно прочитать в большей ручности. Вот, значит, так, астативность мы проверили, ну да, вот то, что мы построили, значит, называется, обозначается вот так, вот называется смеш-произведением, ну и так, совсем большие любители элементы этого обозначают тоже таким вот образом. Так, ну вот пишут какие-нибудь тождества, вот в духе того, что мы написали, там, что вот это вот равно сумме по x там, а, x1, b, смеш, x2, y. Ну, это всё замечательно, но потом, когда мы введём ещё одну буковку, кстати, какая вам буковка больше нравится, вот такая или вот такая? Для, для, это самое, какая? Какая? Ну, жидкость. Левая, это не можно, а правая, это что? И это. А, лекарство. Значит, то есть, вы считаете, что вот такая, да? Да. Чтобы легче писать. Да. Силу минимализма. Вот. Вводят для, значит, ко, для ко, смеш-ко-продакт, для, в общем, ко смешанного произведения, для произведения, которое является коалгеброй. Но потом неудобство состоит в том, что потом-то мы хотим их согласовать, и потом всё-таки хочется, чтобы это было обычное тензинное произведение, но просто с двумя такими операциями необычными. Вот, значит, итак, это было, это было, значит, смеш-продакт, так, а теперь посмотрим на коалгебры. Так, значит, сделаем, проделаем то же самое для коалгебр. Так, значит, коалгебры в категории модулей. Значит, коалгебры в категории левых бимодулей. Определение. Ну, пусть у нас, значит, b это биалгебра, c это коалгебра, которая одновременно является левым b модулем. Значит, тогда, c называется левым, левой бимодул коалгебра, то есть, значит, коалгеброй. В категории левых б модулей. Так, если, ну, если действия согласованы между собой. Так, что это значит, что они согласованы между собой? Мы должны сказать, значит, мы должны, там мы что делали? Там, в чем то же состоялось, что мы подействовали на произведение. А здесь мы должны взять, подействовать и взять ко-произведение от этого. Так, значит, то есть, если дельта от xc равно, так, ну, теперь у нас, как бы, нет никаких сомнений, что должно быть. Значит, почему, потому что у нас действует, так, и где это должно быть? Так, это должно быть в c. Так, значит, у нас есть коумножение и в, коумножение и в b и в c, так, и мы хотим, значит, чтобы коумножение было гоморфизмом по отношению к действию, так. Ну, это будет значить следующее, что это равно сумме по x и по c, x1, c1, тенсорно, x2, c2. Правда, да? Ничего другого, значит, не может. Правда? То есть, мы по всем возможным разложениям x и по всем возможным разложениям x, да? Ну, мы фиксировали какое-то. Ну, я имею в виду, что слошь, кстати, через две суммы, чтобы понятие было, да? Ну, да, да, да. Мы фиксировали какое-то... Ну, дельта x одно разложение, правда? Ну, говорится, что правая часть будет разложением, будет выражать тензор, который стоит слева. Так, это равно, равно, значит, сумма x по x, x точка c, x точка c1, тенсорно, x точка c2. Правда, да? Это обращение Свиддлера. Ну, вот говорится, что... Говорится, что вот это вот равно вот этому, вот это равно вот этому. Но это ровно значит, что там... Что... Что это значит? Что q умножение является гоморфизмом по отношению к этому модульному действию. Говорится гоморфизмом модулей. Вот что это значит. То есть, у меня, например, это нормально, что здесь не используется умножение в алгебре? Да? Ну, что, ну, сейчас, когда мы определяли смножение с алгеброй, мы же использовали и дельту, и умножение в алгебре 1, нет? Использовали, да. Вот мы используем только, да. Значит, ну, кроме того, конечно, должно выполняться вот что. Значит, для q, для q1. Так, ну, я могу, конечно, посмотреть, но я не думаю, что я ошибся в этом месте. Так, значит, сейчас. К, значит, q модульный, q, к модульный q алгебры. А? Нет, это все равно на английском. Это я так перевожу. Это тоже на английском, хотя написано японцем, но все равно на английском. Так, значит. Нет, да и правда там тоже стоит. О, алгебра. А? Нет, я просто не очень помню сейчас. Возможно, я... То, что b это алгебра мы будем использовать в доказательстве, небось, какой-нибудь ассоциативности. Значит, ну, вообще, да, казалось бы, что должно использоваться, вы хотите сказать, да? Да, это глава одиннадцать. Так, значит, глава одиннадцать. Модульный module algebras. Не, ну, мне так сразу не найти. Значит, не, ну, здесь написано ровно то, что... Ровно то, что я сказал, точка, да. Значит, здесь точки я не поставил, правда? Да, все, в формульном умножении есть перемножение в алгебре, а тут перемножения в алгебре нет, да, нигде? Ну, я не вижу пока, да. Ну, что умножение в алгебре есть. Я не вижу, да. Так, это что-то значит, что какая-то двойственность не совсем полная. А я вам скажу, почему она не полная. Потому что, значит, потому что мы используем, мы смотрим на, значит, алгебры и коалгебры в категории модуль. А когда мы будем смотреть на алгебры и коалгебры в категории ко модули, то там будет наоборот. Там в определении алгебры будет использоваться только структура алгебры, а в определении коалгебры будет использоваться и то и другое. То есть просто двойственность более высокого порядка, надо так сказать. Потому что там два раза ко, алгебры и коалгебры, модули и ко модули, то есть там четыре разных объекта. Вот, значит, но в любом случае формула вроде бы правильная. Так, значит, вот, ну, например, любая, если мы взяли c, это, если мы взяли в качестве b, пример. Значит, пусть, пусть c биалгебра, а b под биалгебры в c, значит, тогда это выполнено. Ну, очевидно, да, тогда это просто умножение, вот тогда это умножение в биалгебре. Так, вот, значит, ну вот, так, ну вот, я имею в виду всё, то есть тогда это является примером этого и то и другое тоже, конечно. Так, и, то есть тогда это будет примером, вот, коалгебры в категории левых, левых b модулей. Так, но тут ещё у меня какие-то рассуждения на тему, значит, двойственности, так, но, пожалуй, значит, нам нужно пока устремляться, так сказать, вперёд. Нам нужно посмотреть на коприсоединённые действия, на пример основной, который нас будет интересовать и на конструкцию, значит, на конструкцию смеш копроизведения. То есть мы стремимся пока к нашей основной цели, а там, значит, остальное пока я пропущу, если понадобится, то скажу позже. Так, значит, вот, итак, тут можно сказать произнести вещи двойственные к тем, которые мы уже произнесли. То есть определить, во-первых, определить ко, определить структуру, ко присоединённые действия алгебры Хобфа на себе. Так, и, значит, определить и построить структуру коалгебры на, вот, тензорном произведении коалгебры и действующей на ней биалгебры. Вот это две ещё важнейшие конструкции, которые нам понадобятся. Так, значит, итак, основной пример. Основной пример двойственен к тому, что у нас был основным примером. Пусть у нас В это биалгебра, пусть у нас С это коалгебра. Так, тогда, значит, мы взяли f из хом к коалгебре из СФВ. Значит, там тоже есть свёртка и пусть f минус 1 это обратный к f относительно свёртки. Значит, так тогда мы можем определить действие b на c следующим образом. Значит, определим кодействие b на c следующим образом. Так, итак, мы должны определить ρ из С в b тензор на c, правда, да? Кодействие b на c. Да, кодействие b на c. Так, определим следующим образом. Возьмём c отсюда и положим ρ от c равным в сумме по c f от c 1, f минус 1 от c 3, n со мной от c 2. Так, ну понятно, что это из С, это из b и это из b. Так, и это умножение в b, кстати. Вот мы всё, так сказать, говорили, где оно будет, вот оно используется. И в алгебре Хоффа оно вот таким образом и будет использоваться. c 3 из b, а f минус 1, потому что f это гомоморфизм коалгебр. Это два элемента из b, мы их умножаем, перемножаем. Вот, значит, то есть в определении не используется, но в основном примере используется. А основной пример это вот q присоединённое действие h на себе. Значит, q присоединённое действие, q присоединённое, ну, q действие. h на себе, где h это уже алгебра Хоффа, то есть там явно в формуле будет использоваться антипод, учитывая, что антипод является обратным к тождественному отображению. Так, то есть мы взяли х из h и мы положили ru от х, так, мы положили coadjoint, left coadjoint от х равным, так, понятно, что такое coadjoint, да, coadjoint, l это отображение из h в h tensor на h. Так вот, значит, left coadjoint, левое коприсоединённое действие, получается таким образом сумма по х, х1, s от х3, tensor на х2. Вот это основной пример, который у нас реально будет возникать. Вот, значит, ну вот, и это задаёт структуру co-модуля h над собой. И нормальный идеал, это идеал, который, значит, является h под co-модулем отстоятельно этого действия. Определение. Идеал i в h называется нормальным, если это под co-модуль для coad, l. Вот. Ну всё, теперь, так сказать, у нас всё готово, чтобы определить двойственную структуру co-алгебры на смеш-произведении. Так, ну после чего останется только проверить, что они согласованы между собой. Но я так чувствую, что я уже сейчас даже консативность как-то не хочу проверять, потому что она проверяется так же, как консативность, только раза в полтора-два длиннее. То есть такой вот, типа, выкладывать. А? А? А сколько тогда она высохла словно? Да. Ну, это так же примерно. Так, то есть это, значит, консативность проверять, ну, примерно, это страница текста в книге. То есть это примерно там три-четыре доски. Так, значит, ну вот смеш-ко-продакт, это как по-русски? Это, кстати, вы очень хорошо говорите. Значит, вот такие переводы обычно и производятся. Там, значит, нужно подумать, какие такие фактически. Ну, мой любимый пример, это, значит, перевод вот книжки Кокстера-Мозера «Образуешься от Шенни для дискретных групп», который в Новосибирске выполнен был, так, в старые времена. Значит, там в каком-то месте говорится следующее. Там произносится неверное утверждение, с моей точки зрения, но неважно. Вопрос не о справедливости этого утверждения. Там говорится, что, ну, об обойных группах, wallpaper groups, то есть кристаллографические группы, точечные группы плоскости. А, нет, не точечные, конечно, значит, группы движений плоскости, то есть wallpaper groups, то есть аналог пространственных групп, но только в двух измерениях. Значит, и говорится следующее, что вот все эти группы, они были использованы в орнаментах, а использованы, так, русский перевод, использованы Мурсом. Знаете, такой великий художник? Мурсом в его украшениях, значит, дворца Альгамбра, и там еще какая-то смешная ошибка в переводе, в Гренаде. Так, ну, теперь все обратно перевели на английский, реконструировали, чтобы было сказано по-английски. Так, что было сказано по-английски? Кто понимает на английском? Ну, кто такой Мурс? А? Да, по-английски, так сказать, естественно, там народности пишутся, так сказать, тоже и все такое. Языки пишутся с больших букв, капиталс, да, значит, были использованы маврами в их украшениях, так, но утверждение все равно неверно, потому что там двух групп нету. Это другой вопрос, так сказать, так, значит, но в исламском искусстве просто две из кристаллографических групп не встречаются никогда, так, значит, они встречались в других культурах, но вот в арабской никогда точно это, так сказать, абсолютно точно. То есть там, значит, всех кристаллографических групп в Альгамбре нету. Ну, я действительно ходил и фотографировал, так, значит, но не настолько внимательно, чтобы сказать, что их там нет, но люди, которые это делали внимательно, так сказать, они просто это известно, что их там двух групп нету. Вот, ну, есть такие ошибки такого рода, то есть все переводы на русский язык, ну и на все остальные языки полны такого рода ошибок, то есть поэтому читать можно только в оригинале, то есть как бы любой текст. Даже если он на китайском. Даже если он на китайском, все равно это проще, чем, так сказать, исправить ошибки в переводе, конечно. Ну, так сказать, мы не будем, Пасха недавно прошла, да, мы не будем вообще сдать ошибки в переводе, так сказать, Библии. Там, так сказать, кто знает греческий, тот понимает, что, так сказать, как бы все, что мы читаем под видом, так сказать, Нового Завета, просто не соответствует по тексту, то есть там. Просто люди, которые переводили на русский, они не… Нет, нет, так там смысл не понят, не понят смысл того, что сказано в тексте. Значит, я это понял только, когда прочел современные переводы там на английский и итальянский. Вот там, значит, уже поскольку современные филологические переводы, не традиционные, а современные, то там, конечно, они объяснили смысл. И там, когда считают, что все понятно. Вот классические переводы, ну и другие языки, конечно, тоже там не понятно, потому что сами переводчики не понимали, что переводили. Так что, ну это, это отдельный вопрос. Но такое же есть вот смеш-произведение, произведение смеша, это, так сказать, запросто, в любом переводе. Так, значит, ну мы отвлеклись, это интересная тема переводов, но мы отвлеклись. Значит, так, а именно, я хочу ввести структуру, значит, произведения на коалгебре, да. Так, теорема, пусть у нас, значит, b это биалгебра, значит, c это коалгебра, значит, коалгебра, являющаяся левой b, так, являющаяся коалгеброй в категории, да, в категории левых b модулей. Так, значит, тогда мы введём на c тензор на b структуру коалгебры. Вот, следующим образом, дельта от c тензор на x равно, так, внимание, значит, сумма по c, сумма по x, значит, c1 тензор на c2-1, так, и вот здесь вы не можете сказать, что я не буду сейчас использовать умножение в алгебре b, значит, на x1, так, но это из b, так, это из c, но вот это из b, потому что здесь вначале мы пользуемся коумножением c, а потом мы пользуемся кодействием, так, а потом мы пользуемся умножением в b, это первый множитель. А второй множитель, такой, значит, c2-0, так, но это элемент из c, правда, да, это элемент из c, значит, c2-0, c2 был из c и 0 тоже из-0 вставляет в c, тензор на x2, а? Значит, здесь мы взяли c из c и x из b. Мы пользуемся этим нашим ρ, да? Ну, неявно. Ну, и, значит, ε от, чем мы пользуемся? ρ, неявно мы пользуемся ρ. Ну, мы ρ пользуемся явно, когда мы написали минус 1 и 0. Ну, зумей уже раскрыли. Да-да, да-да. Ну, это можно написать в терминах. А, это хорошее упражнение, это переписать в терминах диаграмм. Все поняли, да? Это же определение, это значит ровно, что мы берем какую-то композицию, каких-то отображений, которые задаются в терминах дельта, 1 дельта, 2 дельта, ρ, там, и так далее. Тау и μ, ну, там 5 их будет всего, будет появляться 5 множителей, если вы посчитаете. Так, мы воспользовались, понятно, мы применили дельта к этому, мы применили дельта к этому, потом к ко второму из этого мы применили ρ, потом мы 2 переставили, 2 умножили новых, которые получились, ну, а все остальное просто подсобрали. Да, даже не очень сложно, да. Так, ну вот, а значит ε от cx, c тензер на x равно ε от c умножить на ε от x. Вот, ну и все поняли, в чем стоит теорема. Но проверять я и не хочу. Значит теорема, то что получилось является, вот эти операции определяют на, на c тензор на b, новую структуру коалгебры над k, а значит называемую, называемую вот смеш-ко-продакт, смешным ко-произведением, называется значит смеш-произведением коалгебры, смеш-произведением, ну вот в коалгебре. Так, ну и оно обозначается обычно все-таки вот так вот, c, вот так вот, ну соответствующие операции. Так, ну доказательства, проверить, проверить, проверить коассативность упражнения. Так, проверяется, я видел. Я видел вычисление, не читал прям? Вот, нет, я исхожу из того, что если такое вычисление не использует ничего, а просто является вычислением, то я могу его воспроизвести на доске, и мне это быстрее, чем разобраться в том, что написано там. Вот, значит, ну вот, на самом деле, да, хочется обозначить таким образом новую, ну вот эту новую структуру, но все поняли, что куда мы сейчас, так сказать, ведем. Да, мы сейчас ведем к тому, что мы будем действовать биалгеброй на другой биалгебре, ну и как же мы назовем то, что, значит, получится, чтоб оно было биалгеброй. Для этого нам нужно будет, естественно, говорить о том, что структуры модуля и комодуля тоже согласованы. Да, пожалуй. Так, и это согласование структуры модуля и бимодуля будет ровно означать, что то, что получится, будет биалгеброй. Но, пожалуй, так сказать, я уже сейчас к этому не готов, значит, это минут 15 в следующий раз. Так, мы с этого начнем, с этой конструкции, значит, с того, что пронаблюдаем, что для алгебры Хопфа то, что получится алгебра Хопфа будет, но и потом применим это к действию групповых элементов на примитивных элементах. Так, и, значит, покажем, что, ну да, мы сможем сформулировать теорему основную. Так, но после этого проверка Е уже является, так сказать, совсем легким делом. Потому что основная часть, это именно бесконечная эта часть. То, что связано с группой, это совсем просто. Там штамм объективность проверять просто, там, так сказать, они линейные независимы. Так, ну ладно, на сегодня все тогда. Спасибо. 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 Спасибо.